Сегодня свидетели по делу Яна Лебедова продолжили давать показания в суде. В частности, друг подсудимого Хамид Царипов рассказал, для чего Ян купил ружье и в каком состоянии он пребывал в ночном клубе. По версии следствия, Лебедов стрелял в Ивана Климова в марте прошлого года. Тогда известный спортсмен выжил, после долгой реабилитации пошел на поправку, но спустя 7 месяцев был зарезан во дворе собственного дома. В деле по убийству Лебедов проходит в качестве свидетеля. Также сыщики выяснили, что Лебедов может быть причастен к международному наркотрафику. Подробности далее. Компания, 5 человек отдыхали. Хамид Царипов сегодня рассказал, что драку ночного клуба спровоцировал боксер Иван Климов. Он попросил не приставать Лебедова к девушке его друга, тот ответил с согласием. Но спортсмену этого было мало. Потом подходит молодой человек к Лебедову и говорит, что там прошла девушка, к ней не подходите. А что ему сказали, что мы пришли отдохнуть своей компании и никто подходить не будет. Иван Климов шел к нам. Ваня сказал ему, что здесь все нормально, тут конфликта нет. Ваня сказал, что братан, тут все нормально, конфликта нет. А что он ему ответил, какой тебе братан? Плакнул его в лицо и началась драка. Также Хамид рассказал, что Лебедов стрелял из своего ружья. Его он, по словам свидетеля, купил для личной самообороны во время поездок. Лебедов занимался перегоном машин. Впрочем, для чего в ночном клубе Лебедову понадобился карабин «Сайга», пока остается вопросом. Лебедов в первом судебном заседании вину признал частично, пояснив, что хотел лишь напугать. Согласно обвинительному заключению, Лебедов обвиняется в том, что он существовал три выстрела. По результатам рассмотрения уголовного дела будет решаться вопрос о назначении наказания. Санкция данной статьи предусматривает наказание лишения свободы на срок до 10 лет, а также ограничения свободы на срок до 2 лет. Сейчас Лебедова обвиняют только по одной статье, а именно в причинении тяжких телесных повреждений Ивану Климову. Однако следователи отрабатывают версию о причастности Лебедова и его окружении к убийству боксера. Кроме того, сыщики проверяют информацию о возможной причастности Лебедова к незаконному обороту наркотиков. Подготовлен запрос об оказании международной правовой помощи. Сейчас этот процесс достаточно долгий. Он будет направлен через Генеральную прокуратуру в компетентные органы Кыргызской республики, где будут проведены соответствующие следственные действия, в том числе и по проверке алиби Яна Лебедова на момент совершения преступления. И в том числе следственными органами инициирована проверка той информации о возможной причастности Яна Лебедова и лиц из числа его окружения к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и за пределами Российской Федерации. Проверка информации о наркоторговле и расследование уголовного дела по факту убийства продолжаются. В разгаре и судебный процесс. На следующем заседании допрос свидетелей продолжат. Продолжение следует...